К тушению приступить. Чрезвычайная ситуация. По легенде, в лесном массиве вспыхнула сухая трава. 40 единиц техники и 140 человек личного состава вооружились лопатами и опрыскивателями и вышли на борьбу с огнём. У нас по плану мероприятий патрульная группа района обнаруживает лесной пожар. В последующем сообщение поступает на единую диспетчерскую службу. Появляются все службы, в том числе лесхоз, администрация, прокуратура, МВД, республиканская диспетчерская служба. Отсюда выезжают уже все и маневрируют. Первая и самая главная задача – проверить все населённые пункты рядом с лесным массивом. Несмотря на то, что в этом году пожароопасный период ещё не начался, подготовка к нему идёт полным ходом. Ведь прогнозы у специалистов неутешительные. По прогнозам, этот год будет засушливый сезон, соответственно, стараемся провести предварительные профилактические мероприятия. Это профилактические отжиги, прокладку минерализованных полос для защиты объектов экономики и населённых. Проверили не только работу пожарных, но и технику. Подобные учения позволяют досконально узнать все слабые и сильные стороны готовности района к пожароопасному периоду. Работы служб оценил Пётр Мордовской. Сегодня есть определённые недостатки – это учения. И на учениях всё равно выявляются недостатки. Сегодня я отмечаю недостатки по обеспечению радиосвязи. Радиообмен, то есть как обмениваются группы с руководителем штаба, есть определённые недостатки. Но это недостатки, которые поправимы. А так, хочу сказать, что техника готова, люди, самое главное, готовы, главы поселений. Отметим, подобные проверки этой весной пройдут во всех районах республики. Ася Касьянова, Екатерина Элистратова, Даниил Дурхисанов, Новости дня.